Всем привет, это Настасия, и сегодня я хочу рассказать вам, как я планирую свою неделю, месяц и даже день, конечно же, с помощью Notion. Я влюблена в Notion, и без преувеличения моя жизнь существенно изменилась с момента, как я начала активно им пользоваться. Это настолько прекрасный инструмент, которым ты хочешь пользоваться еще и еще, усовершенствуя шаблоны под себя. Я часто смотрю ревью на Notion, и что мне нравится в нем больше всего, это то, что ты можешь постоянно подстраивать его под свои нужды и предпочтения. Это я к тому, что если вы уже видели мое первое видео о Notion, то с того момента у меня появилось множество новых страниц. Я создала базу данных для своих книг и прям не дождусь начала учебного года, чтобы экспериментировать с Notion еще больше. Но вернемся к планированию и тому, как я это делаю прямо сейчас. Вот так выглядит мой план на неделю. Я веду Notion на миксе языков, но это именно так, как сейчас работает мой мозг, и поэтому большинство названий у меня на английском. Мне нравится, когда все просто и минималистично, хотя я уже насмотрелась более сложных вариантов, и, возможно, в будущем мой шаблон будет также изменяться. Но пока мне удобно именно так. Перед планированием новой недели я заглядываю в два места. Первое — это мой 12-недельный план, о котором я уже рассказывала, где я смотрю, над чем мне стоит поработать на этой неделе. Если бы у меня не было такого плана, это был бы план на месяц, и тут я примерно набросала, вернее, использовала шаблон, который я создала в начале этого года. И что-то мне подсказывает, что в итоге я приду к некоему миксу этих двух систем, так как мне все же нравится смотреть на план месяца. Второе место, куда я обычно заглядываю, хотя, если честно, я уже помню его наизусть, — это моя идеальная неделя. Мне нравится, когда у дня, недели, месяца и даже года есть своя тема. К примеру, тема этого года для меня — знания. Я знала, что пойду в этом году в университет, и перед ним мне нужно будет выучить много чего, как подтянуть английский. Теперь я разбираюсь с YouTube, и совсем скоро начнется немецкий. Также и у каждого дня есть такая тема, как понедельник — день планирования, коммуникации, срочных задач, вторник — день съемки и редактирования, среда — написания сценариев. Раньше четверг был днем знаний для всяких курсов и лекций, но сейчас я стараюсь записывать по два видео в неделю, поэтому знания и в среду, и в четверг. Пятница — это мой арт-день, суббота — всякие домашние дела, как уборка и магазины, а воскресенье — это релакс. Опять же, это все в идеале, и здорово, когда все именно так и получается, но бывают и изменения. Я поэтому и кайфую от Notion, что задачи можно просто передвинуть. Главное — не делать это каждый день. Как вы могли заметить, я все выделяю цветами. Такие же цвета я использую при самом планировании. Мне так легче понимать, сколько всего я делаю в том или ином направлении. Но давайте начнем сначала с страницы. В заголовке я использую номер недели. Мне нравится понимать, где я нахожусь относительно года, и недостаточно просто написать даты этой недели. Дальше блок с моими целями на неделю. Они разбиты по цветовым группам. Все, что связано с университетом — фиолетовое, с видео — оранжевое, арт-проекты — розовое, книги, курсы, назовем знания, голубой и привычки — коричневый. Тут я отмечаю, над каким проектом я работаю, какую книгу читаю, какое видео мне нужно сделать и какой привычке я сейчас уделяю внимание. Всю эту информацию я беру из своего плана на 12 недель, и по каким-то отдельным вещам есть свои страницы, как, к примеру, по ютубу и книгам. Кстати, я сделала себе физический календарь для видео с вот такими стикерами, чтобы так же можно было все переносить, если что. Дальше справа у меня есть инбокс, куда попадают рандомные задачи или идеи, у которых нет привязки по времени на данный момент. Иногда я что-то беру из этого инбокса и переношу в определенный день, а иногда, когда выполняю, просто отмечаю это тут же. Сейчас мне пришла идея, что стоит сделать некую заставку для видео. Сейчас добавим. Спускаемся ниже к самим задачам на неделю. Я держу у себя в голове, что понедельник день коммуникации и планирования, и тут обычно очень много всего, но эта неделя выдалась очень спокойной, так как я стараюсь сейчас себя сильно не нагружать перед университетом. Кстати, в моей идеальной неделе также прописан и идеальный день. Я использую так называемые блоки. Я знаю, что утром я продуктивнее всего. Я хочу использовать это время для самого важного. В начале дня, конечно, моя утренняя рутина, три важные задачи. Мелкие задачи, обед, чтение. Обычно после еды я не очень продуктивна, и мне хочется больше спать, чем работать. И раньше я могла себе позволить посмотреть какое-то видео, а сейчас решила использовать это время для чтения. И нет, я не засыпаю, когда читаю, а скорее наоборот. Дальше у меня свободное место для каких-то встреч, задач, которые требуют больше времени, и вечерняя рутина. У субботы и воскресенья немного всё иначе. И ещё раз оговорюсь, это всё в идеале. И, конечно же, бывает так, что всё идёт не по плану, и это абсолютно нормально. А теперь вернёмся к текущей неделе. Каждый день в начале дня у меня спорт, который отмечен зелёным. Затем важные дела и задачи. В красном у меня отмечено то, что очень важно сделать, и нельзя пропустить и перенести. И задачи, которые повторяются изо дня в день, как чтение, работа над привычкой. Сейчас это journaling. И я пыталась это как-то перевести на русский, и у меня не получилось найти какое-то одно слово, чтобы более корректно передать смысл. И если у вас есть какие-то идеи, как это лучше перевести на русский, то, пожалуйста, оставьте их в комментарии. И суть того, что я пишу все свои мысли, переживания, благодарности и так далее, наверное, это можно назвать введением дневника. Но, не знаю, я бы не называла это дневником. Поэтому, как я и сказала, план идеальной недели я держу у себя в голове. Но бывает так, что вторник не случился днём съёмки, как, к примеру, вчера. Но зато я писала сценарий, всё, что связано с видео, у меня отмечено оранжевым. Среда. Тут есть несколько встреч. Они у меня всегда отмечены жёлтым. И также я ставлю время, чтобы ориентироваться. Раньше встречи я отмечала в гугл-календаре. Сейчас там больше какие-то ивенты, которые запланированы очень заранее. Четверг, спорт, всё, что связано с видео, мои курсы. И пятница опять спорт, мой арт-проект, встреча. И красным то, что я не должна пропускать. С утра у меня звонок по моему 12-недельному отчёту. Покупки, уборка, затем поход на выставку без определённой привязки по времени. Справа есть ещё столбец задачи, которые я хочу сделать на следующей неделе. Я не закончила чистить свой телефон, и мне как раз пришёл мой новый жёсткий диск. Поэтому я буду это делать уже на следующей неделе. Ещё ниже есть несколько столбцов. Если мне нужно сделать какую-то заметку, записать, что нужно купить. Хотя у нас есть, в принципе, отдельный список для покупок. Но иногда я сначала записываю что-то здесь, когда приходит это в голову. И какие-то домашние задачи, как покрасить стену. Я точно не знаю, когда это будет сделано, в субботу или в воскресенье. Поэтому пока это находится здесь. Когда неделя заканчивается, я её дублирую и предыдущую переношу в страницу месяца. И тут у меня появилась новая строка, как продуктивность. Это всё из-за моей 12-недельной программы, с помощью которой я это могу теперь посчитать. Это помогает отслеживать, почему я была не совсем продуктивной. К примеру, на прошлой неделе я не очень хорошо себя чувствовала и не смогла сделать всё, что мне хотелось. Тут главное спокойно оценивать, без критики к самой себе, а с пониманием, как это улучшить в будущем. На сегодняшний день я сама составляю себе расписание, и поэтому мне так важно его иметь. Так я просто меньше прокрастинирую. И, как вы могли заметить, я всё время использую чекбоксы, и так я получаю какое-то дополнительное удовольствие, когда выполняю задачу. В целом, всю эту систему очень легко менять, и это то, что мне очень нравится. То есть можно все эти столбцы абсолютно переделать, перенести, переназвать. И, скорее всего, так и случится, когда начнётся моё университетское расписание, и тут будут какие-то изменения. Скорее всего, появятся две секции. И на этом у меня всё. Надеюсь, это видео было вам полезным. И не забудьте поддержать его своим лайком. Всех целую, обнимаю, и пока-пока!